Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про ключевание и успешность работ на стоках. На каждом стоке свои механизмы ранжирования работ, но каждый сток стремится сделать так, чтобы покупатели как можно чаще покупали картинки. Поэтому задача стока предлагать покупателю востребованные работы, которые соответствуют трендам. Как же попасть в топ, чтобы ваши работы постоянно покупались? Для этого нужно учесть несколько факторов. 1. Качество вашей работы в определенном стиле. То есть тут имеется ввиду не сложность самой работы, а именно качество техники исполнения в этом стиле. 2. Попадание в тему. Тема должна быть востребована. Не нужно бездумно создавать контент для стоков. Обязательно надо анализировать тему перед тем, как что-то рисовать или фотографировать. 3. Конечно же один из важных факторов это правильное атрибутирование. Ведь если у работы будут неподходящие ключи, то картинка будет показываться не тем покупателям. Ее они будут покупать вообще, либо будут покупать очень мало. В итоге рейтинг работы будет падать, даже если сама работа супер качественная и трендовая. Любой стокер знает, что от ключевых слов зависит, найдет ли потенциальный покупатель его изображение. Ведь если нужных ключей у картинки нет, ее просто не увидят. Кстати, в марафоне ключ от стоков мы собрали для вас подборку продающих ключей. Также рекомендуем периодически обращать внимание на то, как другие топовые авторы называют свои работы. Можно брать какие-то предложения за основу, но ни в коем случае не копировать. Помимо этого можно еще разбирать ключевики на типы ответов на вопросы. Например, кто это, что это, какой стиль и тип у работы. Давайте на примере одной работы это посмотрим. У меня открыта страница шаттерстока по запросу собаки. Давайте выберем какую-нибудь работу и проверим на ней эти типы ответов на вопросы. Так, ну не знаю, например, вот эта картинка мне нравится. Сразу смотрим на уровень популярности, он высокий. Работа очень часто пользуется спросом. Обращайте внимание на этот статус, когда анализируете тему, потому что шаттерсток может подмешивать работы и в топах могут оказаться те картинки, которые на самом деле еще не очень популярны и мало продавались. Поэтому обращайте внимание на этот уровень популярности. Ну давайте зададим вопросы к нашей работе. Кто это? Это собаки, домашние питомцы, разные породы собак. Что еще можем сказать по этой работе? Что есть маленькие собачки, есть большие собачки. Крупные породы и мелкие породы. Какой стиль и тип у этой иллюстрации? Мы видим, что это плоский стиль, может быть даже к картону можно отнести. И это векторная иллюстрация. Можем посмотреть, какое описание сделал автор к своей работе. Этот автор сделал достаточно широкое описание. Причем в описании он начинает с главных слов. То есть собаки, да, разные породы собак. Большие и маленькие собаки. Также указано, что это плоская векторная иллюстрация изолирована на белом фоне. Вот, кстати, насчет последнего. Это достаточно важный момент, потому что иногда покупатели ищут иллюстрации именно на белом фоне. Поэтому, если ваша картинка на белом фоне, не лишним будет это указать. То, что она изолирована на белом фоне. Также можем посмотреть ключи, которые автор подбирал. Но тут, конечно, шатрон хитрит. Он не показывает конкретно, какие ключи подобрал именно этот автор. Тут все перемешано. Но что-то можно брать отсюда. Подробнее это все мы рассматриваем на марафоне ключ, конечно же. Вот здесь, в коротком обзоре мы с вами не можем это все обсудить. Марафон ключ у нас идет целую неделю и там, конечно же, уделяется много времени разным деталям. То есть, помимо ключевых слов, для успешных продаж очень важно правильно прописывать еще и название и описание работы. Описание не на всех стоках требуется, но где-то требуется. И название, и описание, и ключи. Все это очень важно. Есть много разных фишек по атрибутированию. Здесь мы все, конечно же, не будем разбирать. Для примера просто вам могу сказать, что семилляры нужно называть по-разному. Это значительно повысит шансы на продажу картинки. Плюс в описании и названии лучше использовать запятые по минимуму. И последний, четвертый фактор, который влияет на успешность работы и хорошие продажи, это регулярный загрузок на стоки. Если вы не будете загружать ежемесячно в свой портфель хотя бы 50-80 работ, то рейтинг портфеля неумолимо будет падать со временем. И, соответственно, на хорошие продажи можно уже не рассчитывать. Сейчас есть много программ для ключевания, как платных, так и бесплатных. Есть из чего выбрать. Наиболее распространенное это стоксабмиттер. Платно и бесплатно можно пользоваться. Есть также сайт papastocker.ru. У него две ключевалки тоже бесплатная и платная. Также есть хорошая ключевалка у шаттерстока. То есть можно сначала атрибутировать файлы на шаттерстоке и затем уже использовать данные для других стоков. То есть вот здесь в поиске забиваете свой ключевой запрос, подбираете там похожие картинки на свою. И шаттерсток выгружает релевантные ключи для вас. И затем эти ключи можно отсюда скопировать и использовать их для других стоков. Мы пользуемся стоксабмиттером, потому что в этой программе можно сразу присвоить файлу все необходимые данные. То есть ключи, описание, категории, статус загрузки для всех стоков. А затем разом на все стоки загрузить картинки. У нас, кстати, на канале есть видео о том, как пользоваться программой стоксабмиттер. Обязательно посмотрите, если еще не видели. На этом все. Надеюсь, видео было полезным. Всем хороших продаж! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!